Добрый день, подписчики нашего канала! Всех приветствую! Мы сегодня собрались на наш очередной живой мастер-класс. Мы сегодня будем плести вот такие корзинки ажурные. Фанерное дно, вот такая фанера толщиной 6 миллиметров, окрашена морилкой. Диаметр фанеры 20 сантиметров. Так, чтобы крепить стойки, мы будем использовать мебельный степлер. Скобки в нем 6 миллиметровые, длиной 6 миллиметров. Трубочки скручены из чистой газетной бумаги. Я покупаю газетный срыв, так называемый. Они у меня длиной 35 сантиметров, скрученные на спицу 1,2 миллиметра диаметр ее и и толщина полоски 7,5-8 сантиметров. Примерно так. Вот, ну вот и все. Нам понадобится полимерный клей, ножницы, ну и пока все и начинаем работать. Так, стойки будем прикреплять по одной. Для этого я вот эту мягкую часть сначала срежу со своих стоечек. Так, чтобы они были более крепкие. И начнем. Устанавливаем степлер. Чтобы из-под степлера чуть-чуть, вот прям буквально миллиметр нашей трубочки выглядывал. Крепко прижимаем. И вот она, наша стоечка установлена. Следующую я ставлю справа на ширину степлера. Опять устанавливаю его. Ширина между стойками будет у нас равна как раз нашей с вами ширине степлера. Вот таким образом. Сейчас будем устанавливать все стоечки по кругу. Вот так это выглядит. Вот каждая стоечка на своем месте. Теперь наша задача их поднять. Но мы долго ждать не можем, потому что мы во времени ограничены. Поэтому мы сразу начнем и в процессе будем уже и поднимать. Так, по идее, вот девочки, можно их было бы вот так поднять все, сцепить резинкой, например, или вокруг формы, если плетете по форме, закрепить вокруг формы и дать им вот так постоять немножко. Они высохнут, станут пожестче и тогда будет хорошо плести. Вот, у нас пока времени нет. Мы так, я думаю, сегодня часов пять будем заниматься. Поэтому мы сразу начнем. Чтобы закрыть все вот эти места крепления стоек к донышку, мы, как всегда, начнем с веревочки из четырех трубочек. Я ее укладываю. Каждую трубочку укладываю вот таким вот образом. Одна, вторая, третья, четвертая. Так. И начинаем плести. Мы плетем тройную веревочку из четырех трубочек. И у нас тройная веревочка будет и снаружи изделия, и внутри изделия. И она хорошо закроет у нас вот эти вот скобки наши. Берем самую левую трубочку. Укладываем на две рабочих и за две стойки. Перед двумя стойками. Вот смотрите, трубочка пошла перед двумя стойками за две. Теперь опять трубочка самая левая идет перед двумя стойками и за две стойки. И мы всегда плетем перед двумя за две. Перед двумя за две. И у нас формируется, вот она, смотрите, вот у нас формируется уже тройная веревочка. Здесь вот хвостик. Пока на него не обращаем внимания, мы его потом подожмем, спрячем. Так. Пальчиками левой рукой держите стойки и опять укладываете перед двумя стойками за две. Перед двумя стойками за две. И так весь рядочек. И вот мы продолжаем плести. Берем самую левую. Перед двумя стойками и за две. Перед двумя и за две. И теперь нам нужно наш рядочек закрыть. Вот видите, мы дошли как раз до того места, где последняя трубочка пересеклась с первой. И я думаю, что сейчас нам придется наращивать. Но мы укладываем перед двумя и оставляем за работой. Вот видите, перед двумя и за работу. И опять последнюю перед двумя и за работу. Спрячем вот этот хвостик. Чуть-чуть попозже спрячем. И вот такая у нас получилась веревочка. Все пока у нас там стоечки, все рабочие трубочки у нас за, на изнанке. И вот мы смотрим. Вот она у нас тройная веревочка впереди. И вот там у нас видно, что тройная веревочка у нас и внутри корзинки. Так. Что теперь мы делаем? Теперь выводим две трубочки. Из четырех выводим сюда, на лицевую сторону. Вот их нужно нарастить. Взять еще две. И дальше мы будем плести обычной простой веревочкой. Три-четыре рядочка. Немножечко придется мне распустить. Чтобы удобнее было наращивать. Я сначала сплющиваю. Делаю кончик узеньким. И накручиваю на него трубочку. И вот наше место соединения. Теперь возвращаю назад наши трубочки. То есть вот я их положила, видите, положила за работу, как мы сначала делали. А потом вывожу. Раз. Два. Третья и четвертая трубочка. Вот они у нас. Я пока их оставлю там за работу. Они коротенькие. Так совпало совершенно случайно. Поэтому я их пока оставлю там. Проплетем пару рядочков простой веревочкой. И потом мы их спрячем. Эти хвостики закрепим. Так. А теперь вот смотрите. Две трубочки. И мы начинаем плести обычную прямую. Простую двойную веревочку. Берем левую трубочку. Перед одной стойкой. За следующую. Опять левая трубочка. Перед одной стойкой. Перед одной. За одну. Перед одной. За одну. Формируем стенки нашей корзинки. Следите, пожалуйста, чтобы стойки у нас теперь закрепились. Встали ровненько, вертикально. Чтобы никуда не падали. Мы будем плести корзинку не очень большую. Но нам надо стеночки не завалить внутрь. Потому что есть такая всегда тенденция. Руки хотят, чтобы... Так. Наращиваем. И продолжаем дальше. Капельку клея. Клей я использую полимерный. Он очень быстро схватывается. Не пахнет. Не оставляет пятен. Ну, не пахнет резко, я имею ввиду. Совсем уж без запаха никак. И продолжаем. И продолжаем заплетать нашу простую веревочку. Вот видите, стойки встают на свои места. Веревочка в этом плане очень удобна. Она делает плетение плотным и крепким. Первый рядочек простой веревочки мы проплели. Осталось у нас только закрыть этот ряд. Чтобы закрыть этот рядочек, нам надо, чтобы просто рисунок совпал. Чтобы у нас не по спирали шло плетение, а мы будем закрывать каждый рядок. Для этого мы продолжаем. Вот видите, вот первый виток нашего ряда. Это нашей веревочки. Последнюю проплетаем, как обычно. Последнюю стойку. А вот перед первой мы меняем способ плетения. До этого мы плели прямой веревочкой. И только один раз сейчас проплетаем обратной веревочкой. Вот так. Еще раз. Прямая веревочка это вот так. Мы плетем левую поверх рабочей трубочки. А сейчас нам нужно проплести обратной веревочкой. Все, ряд закрыли. А дальше опять прямая веревочка. И мы пошли с вами дальше. Здесь получается, вот на этих, на последней и первой стойке у нас получается ситцевое плетение. Но когда это будет, еще рядочек проплетется, у нас это все сдвинется, закроется и будет все хорошо. И теперь каждый раз, подходя к этому месту, мы будем в каждый раз закрывать каждый рядочек. Постоянно так будем делать. И вот мы заканчиваем второй ряд. И вот еще раз показываем. Вот у нас первый виток нашего рядочка. Последнюю стойку оплетаем, как обычно, прямой веревочкой. А переход с последней на первую трубочку делаем обратной веревочкой. Вот так. Вот у нас опять начало нашего нового рядочка, третьего. Я сейчас буду наращивать трубочки. И дальше опять у нас пошла прямая веревочка. И вот мы с вами проплели три рядочка простой веревочкой. И теперь этот рядочек мы закрываем третий. Вот у нас первая трубочка с витком. И последняя трубочка. Последнюю трубочку оплетаем, как положено, простой веревочкой. И теперь один виток обратный. Вот. Трубочки у меня закончились. И я сейчас как раз и закрою их, обрежу. И знаете, я их, наверное, сегодня вот закрою таким образом. Раз. Два. Я вот так хочу их просто приклеить вот сюда. Нанесу немножко клею. И вот так приклею. Сейчас прищепкой прижму. Буквально минутку. Пока буду готовить проставочки для ажура. Она у меня уже приклеится. Зато будет очень аккуратно смотреться. Вот это завершение ряда. Аккуратно будет смотреться с ажуром вместе. Рабочие трубочки у меня приклеились. И вот теперь нам нужно сделать вставочку для ажурности. Для нашего ажурного рисунка. У меня вот такие тоненькие сантиметровые полосочки. Из тонкого картона. Ну, вот какая-то вот такая была картоночка у меня. Такой картон тоненький. Это какая-то, наверное, упаковка от крупы. И мы вот таким образом эту картоночку. Она уже, видите, не первый раз используется. Проплетаем вокруг наших стоек. Берем следующую. И вот так мы их проплетаем. Столько, сколько нам нужно для того, чтобы полностью закрыть рядочек. И у нас эта полоска картона, она будет у нас до тех пор здесь сидеть, пока мы не сделаем загибку. Так, ну вот. Вот таким образом. Вот мы ее поставили. И теперь берем две рабочих трубочки. Наверное, я их даже склею между собой. Соединю. Чтобы не было у меня лишних хвостов. Я их вот так сгибаю. Так, сейчас мы найдем, где у нас тут. Ага, все, нашла. Ну, просто я хочу начать с той же самой, с той же самой стоечки, с которой начинала. Вот. И начинаю плести опять простой веревочкой прямой. опираюсь на, именно на картонную полоску. Она не дает мне спуститься ниже. И в то же время у нас будет постоянно по всей, по всему периметру будет одинаковое расстояние между витками. Все, продолжаем плести. Вот рядочек мне нужно закончить. И мне опять нужно рядочек закрыть. И вот смотрите. Вот по всему видно, что вот я сейчас на последней стойке, да, и подошла к первой. На первой стойке у меня вот такая петля. И она, мне не хочется, чтобы она здесь у меня с лицевой стороны была видна. Поэтому я сама принимаю такое волевое решение, что у меня не это будет первая стойка, а вот это. Вот это будет первая стойка, а это последняя. Поэтому последнюю я проплетаю прямой веревочкой. А вот сейчас мне нужно сделать виток обратной веревочки. И я вот трубочку свою укладываю прямо на этот виток. Прижимаю, чтобы она не топорщилась, не выделялась. Делаю виток обратной веревочки. И продолжаю плести прямой. Вот она. Вот она. Немножко виток выглядывает, но мы его чуть-чуть вот так приопустим. Приопустим и будет все хорошо спрячется. Продолжаем. Еще один рядочек проплетаем простой веревочкой прямой. И закроем опять рядочек для ажурной вставки. У нас будет три ажурных вставки на этой корзинке. И вот опять мы закрываем с вами. Вот проплели два рядочка веревочкой. Сейчас мы дошли до последней стойки. Вот первая стойка рядочка. Это последняя стойка. Последнюю проплетаем прямой веревочкой. Первую обратной. Все. Теперь эти стойки срезаю, приклеиваю. Все. Рядочек закрыли и делаем ажурную вставку. То есть точно так же вплетаем ленточку. И затем еще два рядочка точно таких же, как предыдущий, точно так же проплетаем. У нас будет с вами три ажурных вставки. Значит, смотрите. Вот они у нас получились. Наши рядочки. По два рядочка. Вот я вам показываю самую неприглядную сторону. Вот это у нас будет, наверное, задняя сторона. Вот здесь начало. И теперь мы сделали третью ажурную вставочку. Вот она, третья. И начинаем опять плести прямой веревочкой. Но у нас уже с вами все дело идет к завершению нашей корзинки. Она уже до нужной высоты. Так, сейчас я покажу. Немножечко закреплю вот эту вставочку, чтобы можно было ее еще раз посмотреть. Так. 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 И теперь у нас две вставочки по два рядочка. А теперь у нас пошла уже вот в симметричном отображении. И теперь нам надо сплести три рядочка веревочкой. А затем мы будем завершать уже загибкой. Вот. Поэтому сейчас мы плетем три рядочка простой веревочкой. И переходим уже на загибку. То есть мы уже практически на финишной прямой с вами. Вот заключительные три рядочка у нас готовы. Мы точно так же их закончили. Закрыли. Подклеили трубочки. Вот я прищепочками зафиксировала. Все. Сейчас пару секунд. Подсохнет. И мы начнем делать загибку. Загибка сегодня у нас будет розга. И, наверное, розга на четырех хвостах сделаем. И все. А потом дальше у нас будет уже вышивка. Вышивка. Будем делать... Вышивку будем делать вот такой темной трубочкой. Это морилка радуга. Фирмы радуга. Цвет дуб. Вот. Будет у нас вот такая. Такая будет контрастная полосочка. Полосочка. Может быть, такого же цвета можно сделать ручки. Но будем смотреть дальше. Начинаем розгу. Будем делать ее на четырех хвостах. Поэтому первым этапом мы опускаем четыре стойки друг за друга. Вот они. Это наши рабочие трубочки. Которые... Вот те самые пресловутые четыре хвоста. И теперь мы берем самую левую трубочку. Укладываем ее на три рабочих. Перед первой стойкой. За вторую. Срезаем. Оставляя ну, миллиметров шесть. И первую стойку опускаем параллельно. Но уже на розгу мы уже плели столько тысяч раз, что я думаю, это все очень легко. Опять берем самую левую. Перед первой стойкой. За вторую. срезаем. Опускаем первую стойку параллельно. Вот она, видите, параллельно. Теперь опять самую левую. Перед первой стойкой. За вторую. срезаем. Укладываем стоечку. Следующую. И все. И вот этот алгоритм у нас теперь идет до самого конца. Вот видите, она получается очень такая выпуклая, во-первых. Объемная. И никаких хвостиков, никаких, у нее ничего не торчит. Продолжаем укладывать наши стоечки до самого-самого конца. Смотрите, у нас осталось две стойки. Делаем все точно так же. Самую левую трубочку укладываем за вторую. срезаем. Улетела куда-то. Так. Опускаем стоечку. Опять укладываем самую левую трубочку за стойку. То есть вот сюда. Вот так. Стоечка просто у нас уже лежит. Срезаем. И опускаем стоечку параллельно. Сюда же. Последний. Ать, ать, ать. Схулиганить хотела, да? Так. Вот они. Вот наши. Вот стойки мы опустили все. У нас осталось спрятать только четыре вот этих рабочих трубочки. Вот. Беру самую левую. Укладываю на три рабочих за стоечку. Можно прям сразу срезать. И вот сюда вмонтируем ее. Так. Осталось три. Берем опять самую левую. на две рабочих. И вот третья, да? У нас пенечек. За следующую стойку. Вот она. Теперь поможем себе шилом. Вот сюда вот между стойками внедряем нашу трубочку. Так. Укладываем ее ровненько. Красиво. И срезаем. Смотрим. Опять укладываем. Раз, два, три. Мы положили вот они три пенечка. За следующую стоечку. сюда. Завершаем. Укладываем. Подсохли стоечки прям. Так. Срезаем. И у нас осталась последняя наша трубочка. Сейчас мы сначала ей найдем место. Вот смотрите. Видите? У нас идет две трубочки. Две трубочки. А здесь одна. Вот сюда как раз мы ее и внедрим. Укладываем ее вот так. Вот здесь она изогнется. Так. Надеваем на шило. аккуратненько укладываем. Так. И нам надо теперь все немножечко сдвинуть, поправить, чтобы у нас все трубочки были ну ровненько рисунок лежал. Вот видите? Я немножечко сдвинула. Все. Этот последний хвостик я прям отрезаю. Вот он. Все. Вот она наша загибочка готова. Все. мы ее еще немножечко поправляем везде в тех местах, где вдруг она немножечко легла не так. Поправляем. Все. Проверяем форму нашу. Вот сейчас самое время снять вот эти наши с вами вставки. И когда вы находитесь дома, то вот в этот момент, если вы прогрунтуете свою корзинку, будет просто отлично. Вот просто замечательно будет, если вы сейчас ее прогрунтуете. Она у вас высохнет, станет крепкая, и не нужно будет бояться, что вот эти все расстояния при дальнейшей нашей работе, что они сдвинутся с места. Вот. Но у нас время на грунтовку нет сейчас. Поэтому будем рисковать и будем уже плести вот по-готовому. Вот так. Серединку оставим, чтобы хотя бы это расстояние нам соблюсти. И будем плести. Вот эту серединку вытащим уже после того, как сделаем вышивку темной трубочкой. Так, и вот мы приступаем к нашей вышивке. Трубочку нам нужно сделать, чтобы она была у нас мягкая, чтобы она не сломалась, чтобы она хорошо легла. И вот с любой стойки мы будем начинать. Да, вот сверху у нас пойдет. Вот так сверху. Здесь она начала. И мы идем ко второй стойке наискосок. Вокруг стойки обходим. Вот так. Вокруг стойки обходим, делаем петельку и идем наискосок к следующей стойке. Обходим вокруг нее. укладываем аккуратненько вот здесь особенно вот это место. Поворачиваем и идем наискосок вниз. И по кругу вот таким образом сейчас мы трубочкой пройдем. Так, и вот теперь у нас достаточно длинная трубочка осталась, длинный хвостик, но но если мы вот сюда выведем, видите, у нас здесь будет очень некрасивое место. Здесь скрутка, здесь трубочка худая совсем. Вот. Нам желательно сделать так, чтобы место наращивания спряталось у нас вот под этим витком. Вот под этим витком. Немножечко я вот пальчиком здесь придержу, вытаскиваю. Вытаскивайся. Так, вытаскиваюсь. И делаю срез и наращиваю трубочку. Капельку клея и теперь немножечко промяв нашу трубочку продолжаем вышивать. Аккуратненько вот здесь очень аккуратно, чтобы не выдернуть трубочку, не выдернуть наращивание. Протягиваем трубочку, закрываем наш срез и дальше идем. Дальше идем. И вот так по кругу мы идем до того места, где мы с вами начали плести. А пока продолжаем. И вот мы специально видите, вот теперь понимаете, для чего сделаны у нас вот эти ажурные вставки. Для того, чтобы у нас трубочка могла спокойненько здесь улечься. вот так можно сказать. Это у нас получается половина узора. Вот мы плетем половину узора. Вторая половинка будет у нас по этим трубочкам идти. И вот смотрите, по кругу я прошлась и у меня случилось так, что вот рисунок сошелся и теперь на этой трубочке мне нужно закрыть рисунок, спрятать нашу трубочку. Так, как бы это сделать? Как бы это сделать? Я думаю, что я сейчас вот этот хвостик отрежу. Вот так. Так, наращиваем новую трубочку вот здесь. Делаем петельку, как обычно. Так. Выводим сюда ее. Вот я поторопилась срезать и теперь будем завершаться вот здесь. Так, вот туда я ухожу под трубочку. Так, сейчас посмотрим. Так, и вот здесь нам надо состыковать вот так две трубочки, чтобы они у нас спрятались вот под этим нахлестом. Сейчас, секунду. Сейчас мы ее прихватим немножко на клей. Без этого тут никак не получится. Так, теперь вот этим хвостиком стыкуемся с этим хвостиком. Так. и вот наверное сейчас вот так сделаем. Так, и здесь тоже нам надо капнуть клей. Вот здесь самое главное творчество, как всегда. Все самое главное в таких мелких деталях. Как что-то спрятать, как что-то подклеить. так, и так как сюда ни одна прищепка наверное не прицепится, придется ручками держать. Так, а пока я держу, вторая рука свободна. И мы с вами начнем то же самое, да, начнем то же самое, но со следующей стойки. и наша задача пройти второй круг. Вот он, и мы пошли с вами на второй круг и занимаем те стоечки, которые у нас не заняты. Вот он, рисуночек уже получается. вот интересно, на камере совсем другой цвет, в пачке трубочек третий цвет, на изделии другой совсем. Так, что это у нас? Это выбросить. Что-то прицепилось. Ну, вот, однорукое плетение уже мы освоили с вами. Все, вот сейчас я уже буду здесь наращивать, но это уже будет через минутку, все-таки я еще лишнюю минуточку подержу. Здесь пока приклеится у меня вот в этом месте. И у нас ни с этой стороны видно не будет начала, ни с этой. А вот смотрите, у нас есть одна корзинка и у нас другое количество стоек на ней. И у нас рисунок, смотрите, не сошелся. вот когда мы минуту назад я вам показывала у нас рисунок сошелся, то есть вот стойка в стойку, да, и мы одну завершили и начали оплетать второй рядочек. А здесь смотрите, что у нас получается. Трубочка вот она, а наша сейчас рабочая пришла вот сюда вниз. Ну и ладно, нам с вами даже проще, нам не надо обрезать, не надо прятать, мы просто идем по рисунку и мы продолжаем оплетать. Видите, вот по рисунку дальше, как мы шли, так мы и идем. И смотрите, что получается, что вот так даже гораздо проще, меньше заботы спрятанием хвостиков, кончиков и всего прочего. Продолжаем оплетать. Рисунок складывается прекрасно. И когда мы вот сюда придем, пройдем весь круг, вот сюда придем, и вот здесь у нас все уже точно совпадет, и мы сделаем только одну запрятку, только одну сделаем, вот здесь нам нужно будет запрятать только один хвостик. Видите, так совпадает и так, так что не пугайтесь, если вдруг встретили какое-то препятствие, продолжайте дальше и все получится. Вот у меня уже идет второй круг на завершение, видите, вот, и так как у меня четное количество стоек, то у меня рисунок пришлось закрывать один раз, закрывать второй раз. Вот сейчас второй раз закрываем рисунок, так, чик, значит, мы вот этот срезаем, так, капнем клей на него. Так, и вот этот сейчас, и вот этот хвостик тоже вставим внутрь и срежем. О, это будет, это будет прям какая-то хирургическая операция. ювелирная какая-то работа. Так, клей, так, и опять придется держать. Так, а вот это лишнее, да, вот этот лишний хвостик, мы его уберем. Вот так. Сейчас я еще подправлю пальчиками. Все, и я схватила, и буду сейчас держать целую минуту, а то и полторы, буду вот так, вот видите, получилось спрятать. То есть, один, один конец я обрезала, вторым обернула, и спрятала его тоже под вот этот верхний виточек. Вот там у нас прям прячется все некрасивое. Все, ждем пока, ждем пока все просохнет, а пока так немножечко посмотрим. И вот смотрите, несмотря на то, что вот эта корзинка не грунтованная, но вот средняя вот эта средняя вставочка картонная, она помогла нам удержать нужное расстояние. То есть, у нас нигде ничего не сбилось. Вот. А изнутри мы спокойненько вот так вот сейчас ее сможем достать, сможем вытащить перед лакировкой. Дальше, что у нас? У нас остались ручки. Мы сейчас сделаем ручки и потом будем нашу корзинку лакировать. Так, вот еще у нас остались хвостики, видите, которые нужно спрятать. Ну, здесь прям совсем чуточные хвосты. Мы сейчас их просто там подсунем, припрячем, подклеим. Теперь нам надо выбрать место, где будут ручки. Ручки мы будем... Ручки нам нужно захватить за гибку и хотя бы один рядок или два рядочка от нашего плетения. вот давайте один попробуем захватить. Я взяла пару трубочек, соединила их между собой и теперь буду скручивать. То есть, я хочу самые простенькие ручки сделать. Вот я их скручиваю. Так, думаем, куда. Вот раз, два, три, четыре стойки и вот наверное вот сюда. И вот у нас одна идет снаружи наизнанку, а вторая трубочка наоборот. Так, поправляем витки, они не должны быть слишком густыми. Поправляем витки и начинаем дальше обкручивать и начинаем обкручивать по виткам. Возвращаемся назад. Вот сейчас я наращу обе. Причем, вот когда мы эти ручки делаем, мы не используем никакой пруд, никакую проволоку для укрепления. Поэтому у нас ручки все-таки больше декоративные. Ну, хотя поднять просто корзинку можно. Я думаю, что если туда положить какие-то клубки, вязание, для чего будете использовать, полотенчики, ну, это все, эти ручки выдержат. А вот если мы положим туда килограмм яблок, например, или полтора килограмма яблок, то тут вопрос. Можно поэкспериментировать и выяснить грузоподъемность этих ручек. Так, и вот, видите, вот я обкручиваю, стараюсь, чтобы это было красиво. И теперь у нас вот одна ручка идет сюда, одна трубочка сюда выходит. вот она, а вторая, а вторую можно вот сюда пустить сзади и и опять и опять они обкручиваются вокруг ручки. Сейчас все витки будем поправлять. Так, вот это мне не нравится. Может быть, тогда вот так пропустить. да, вот так лучше ложиться. Вот, можно виточки раздвинуть, чтобы место для трубочки нашлось и чтобы была ручка более симпатичная, чтобы более ровно ложились виточки. И вот один, вот видите, у нас здесь три петельки на ручке. здесь две, поэтому вот один хвост мы бы уже надо бы нам спрятать, наверное, где-то внутрь витков. Давайте спрячем. вот я сейчас на него капну клей и он пусть у нас там останется. Срежем и закроем витками. а эту мы наращиваем трубочку. вот так. в данном случае получилось, что у нас наращивание там под ручкой снизу спряталось. красиво стараемся положить. И вот сюда не хочет получается длинный виток, вот туда сзади с изнанки с изнанки наружу выходим. и вот тоже наверное вот так пойдем. И вот мы сейчас доплетаем, укладываем вот эту нашу хвостик укладываем аккуратненько и сейчас где-нибудь тоже его внутрь ручки спрячем под две точки как-нибудь сейчас сейчас мы его вот вот так какая-то прям кручу верчу запутать хочу все там внутри там внутри спрятали один и второй и вот когда будем уже когда будем лакировать еще маленечко зафиксируем ну вот такая ручка получилась ладошка спокойно входит в нее вот вторую делаем аналогично то есть прям прицеливаемся вот здесь вот вот так наверное до 4 вот сюда сюда пойдет один и сюда второй ручки готовы обе и теперь мы можем спокойненько вытащить наши с вами вот эти вот последние сделать последний штрих вот за хвостик схватить и прям вот видите она очень легко вытаскивается раз и корзинка прям приобретает уже законченный вид уже и отсюда ажур здесь может быть и снаружи вытащится вот так вот она и видите в чем отличие здесь у нас стоечки одинарные а здесь двойные на корзинке но в принципе она достаточно воздушно смотрится но и в то же время не не заваливается что ли или как сказать да ну нет ощущения что она вот возьмет и сломается и переломится на этих тоненьких стоечках нет нормально она смотрится вот будем лакировать мы еще подожмем вот так немножко верхние ряды потому что вот здесь они в ручках ручки их немножко сместили мы вот так когда будем лакировать вот так немножко подожмем а может быть вот так поставим вот такую штучку чтобы высохло вот так вот с лаком вот здесь тоже подожмем поставим вот ну как-то в общем этот момент надо будет обыграть все мы лакируемся всем спасибо за внимание наша корзинка готова приходите к нам еще будем вас с удовольствием ждать вот так вот 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 Продолжение следует...